Уйти какой тоненький новенький телевизор Акира! Вы только посмотрите какой он новый! Всем привет! Сегодня я покажу вам какие телевизоры ни в коем случае нельзя покупать, не надо покупать. Если вы купили такое говно, то вы просто лох. Значит, этот телевизор крепится на вот такие вот ножки. Крепятся они на три болта. Болты закручиваются в пластик, который очень легко срывается. Это первое. Далее. Запомните этот пульт. Вот такой вот с ним идет пульт. Разновидностей много. Но можно обратить внимание на то, что шов у пластмассы уже это родной пульт. И шов пластмассы уже кривой. Как можно видеть, пульт не юзанный даже толком. Но он весь кривой. Что касаемо телевизора. Знаете, какое сравнение я могу вам провести? Тонкая рамка вот этой. Сейчас мы посмотрим, что он вообще из себя представляет. Это то же самое, как поклеить новые красивые обои. Но не поклеить их за шкафом. Не поклеить их за холодильником. И вот это то же самое. То есть, смотрите, он весь такой, сука, новый, блядь, тонкий. А давайте посмотрим, как он выглядит сзади. И вот так вот он выглядит сзади. Вот такое вот корыто противное. Пластмассовое, кстати. Вот такая вот крышка, за которой находится одна единственная плата. Вот такой формы крышка. Запомните эту форму. Все телевизоры, имеющие такую форму, автоматически чмо. Заценим его модель. Чтобы никогда вы такой не купили. Сколько бы он ни стоил. 10 тысяч. 12 тысяч. Лучше купите бэушный телевизор, которому 5 лет. ЖК телевизор. Но какой-нибудь нормальный, фирменный. И радуйтесь ему. Пусть у него будут толстые рамки. Это будет качественный, собранный телевизор. Который поработает больше, чем вот это говнище. И давайте посмотрим. Он открученный. Смотрим, что внутри. А внутри у нас почти что универсальная плата. Почему универсальная? Смотрите. У нас отверстия под закручивание размечены. Вот и вот. В каком-то еще углу. Еще вот и вот отверстия размечены. Сейчас не вижу, правда, видно или нет. Вроде что-то видно. Почему цвет корпуса вот этого и вот этого разный? А, нет, извините, я вас обманул. Это металл все-таки. Но очень много телевизоров имеют вот точно такой же корпус, но пластмассовый. Причем это самый отвратительный металл. Что самое интересное. Коннектор матрицы. Не имеет фиксаторов. Есть пустые пины. Шлейф, короче, разъема. Вот поэтому это универсальная плата. Как интересно провода крепятся. Ну вот здесь, ладно, они скотчем прихвачены. Вот тут ничего не прихвачено. Но это еще ничего по сравнению с тем, что у нас ждет в крышке. Сейчас я включу разъем динамиков и покажу вам нечто. Так. Уважаемые производители телевизоров в Калининграде. Это что, блядь, такое, а? Вот это вот что такое? Динамик прикручен. Я просто могу сюда сунуть мизинец. Это что такое, блядь, а? Вот это вот, сука, что такое, блядь? Это динамик? Это акустическое оформление? Это, сука, акустическое оформление, блядь? Вот это, сука, что такое, а? Причем динамики эти никто никогда не снимал. Ну, один из шурупов, ну, или саморезов, тут уже сорван. Точнее, сорван именно резьба на пластике. Точно так же на пластике сорвана резьба под вот эти вот противные металлические ножки. Вот такие вот нынче делают телевизоры. У меня к вам, я хочу вам сказать лишь одно. Когда кто-то усирается, утверждает, что вот это вот устарело, что вот это вот говно, купи себе новый, вы посмотрите, вот новый. Да я лучше, сука, вот это куплю бэушное дороже, блядь, чем вот это, блядь, нахуй, новое. Такого качества. У меня все.